В копилке Краснодарского края уже около 10 соглашений. Одно из первых подписал глава региона Вениамин Кондратьев с президентом Почта-банк. Это сотрудничество направлено на развитие банковской сети даже в небольших станицах, чтобы они были доступны для всех жителей Кубани. Прежде чем говорить о разнообразии банковских услуг, нужно сказать о доступности самого банка. А сегодня это проблема. Краснодарский край настолько большой, что у нас много достаточно станиц и куторов, где мобильные пользователи, элементарные услуги банка недоступны. Почему я еще раз повторюсь, для меня принципиально важно, чтобы банковские услуги дошли до каждого жителя нашего края, где бы он ни проживал, даже в самом отдаленном куторе. Сегодня у банка география такова, что 70% точек приходится на малые населенные. Это и есть часть нашей бизнес-модели, потому что, конечно, уровень банковизации, если так можно сказать, в больших городах высокий, конкуренция высокая, но чуть-чуть отъезжаешь от города и, в принципе, у человека шансов нет выбрать банк. Вот, мы это слышим. Дмитрий Руденко рассказал о планах по расширению банковской сети в Краснодарском крае уже в этом году. Помимо доступных финансовых услуг, к концу 2017-го будет создано больше полутысячи дополнительных рабочих мест. Работа появится и в сфере АПК. В числе стратегических проектов – продолжение строительства современного завода по производству сыра в Василковском районе. Запланированный объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей. Протокол о намерениях с ООО «Сыры Кубани» от администрации Краснодарского края подписал Андрей Коробко. Позволит нам в 2018 году получить уже окончательный проект, завершенный и производственная мощность будет 600 тонн молока в сутки. Конечно же, это очень серьезный проект для всего Краснодарского края. Такой объем производства сыров, который будет производиться на этом заводе, он, наверное, будет самый крупный не только на территории края, но, наверное, в Южном федеральном округе, а может быть и неизвестно, еще может быть и в России. Поэтому в этой части, конечно же, дополнительные рабочие места. На сегодняшний день Краснодарским краям подписано 6 соглашений в сфере агропромышленного комплекса. На реализацию стратегической программы по импортозамещению будет привлечено порядка 7,5 миллиардов рублей. Важный документ в первый день форума подписал и крупнейший холдинг легкой промышленности в России – группа компаний БТК. Гендиректор компании Георгий Рдрачев и вице-губернатор края Сергей Алтухов поставили подписи в так называемой «дорожной карте» по строительству ряда предприятий компаний БТК на территории нашего региона. Краснодарский край для такого крупного инвестора стал интересен полгода назад. Тогда и было принято соответствующее соглашение о сотрудничестве. На данный момент уже проведен ряд мероприятий по реализации проектов. Сейчас региону предстоит определиться с перечнем продукции, которая будет выпускаться на производственных площадках компании БТК. В течение ближайших буквально двух месяцев мы покажем возможные инвестиционные площадки для компании БТК, которая выберет для себя максимально удобную, эффективную, чтобы организовать соответствующее производство в Краснодарском крае. И мы уже обеспечим план мероприятий по организации такого производства. Мы идем в первую очередь в те регионы, где есть именно вот такие, так скажем, преференции для инвесторов, которые позволяют, в общем-то, активно работать и получать, ну, достаточно быстро получать соответствующий, так скажем, финансовый результат. А вот значимый результат по увеличению туристического потока на Кубанском побережье и развитию курортной инфраструктуры должен принести проект нового авиасообщения «Краснодар-Ейск». Сегодня губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «ЮТЕЙР». Краснодарский край очень легко развивается. И сегодня надо отметить, что не только Сочи, но и сегодня курорт мирового уровня, который является и деловой площадкой, и, понятно, культурной, и спортивной, безусловно, но и Геленджик, и Анапа, и тот же, и Ейск, они тоже уже не те, которые были вчера. Поэтому, конечно, чтобы максимально поддержать развитие этих курортов, конечно, необходим турист. А в данном случае доступность авиасообщения к этим нашим городам является определяющей. Нам предстоит открыть новую линию, о которой вы говорили, и Ейск, и другие города соединить. Но это, конечно, доступность авиационную и вообще транспортную доступность региона повысит для жителей соседних регионов, куда мы тоже собираемся выполнять полет. И внутри региона мобильность населения и комфорт намного увеличится. Авиакомпания из Югры заинтересована в том, чтобы стать базовым перевозчиком в Краснодарском крае. Ее самолеты уже летают из Краснодара в Сочи. Кроме авиаперевозок, внутри региона в Ютерии намерены запустить новые маршруты, которые свяжут Кубань с кавказскими минеральными водами по Волжьям, Ростовской и Воронежской областями. Что же касается самого Сочи, то наш город планирует подписать на форуме соглашение на общую сумму 7,6 миллиардов рублей. В числе приоритетных проектов строительство многофункционального туристско-спортивного комплекса с ипподробом, создание предприятия по производству и переработке зеленого чайного листа, а также международного детского лагеря. Здесь у нас на стенде 6 проектов, всего планируем 10. Как вы сами понимаете, я называю основные их 3, которые реально будут реализовываться. Остальные 7 – это предложения, инвестиционные предложения, которые исходят либо от нас, либо от конкретных инвесторов. Сегодня мы точечно подходим. То, что городу надо. Сегодня не так много городу надо. И просто сегодня выставлять в инвестиции, скажем, жилые комплексы, ну, наверное, это совершенно не нужно. В апреле этого года планируется все же начать строительство крытого аквапарка, который расположится напротив цирка. Соглашение о его возведении было подписано на прошлом форуме. Проект готов, а задержки формальны. Идет подписание разрешения на строительство. Российский инвестиционный форум в Сочи продлится до завтра. По словам организаторов, ожидается значительное увеличение объема и количество подписанных соглашений.